Андрей Андреевич, вы сказали уже про два авианосца, и там не только же они в одиночестве. Это соединения, авианосные соединения. Да, авианосные соединения. Кроме того, что сами авианосцы – это мощь сумасшедшая. Но плюс они еще заходят соединением. Какую роль они могут сыграть? Как они могут повлиять на ход войны? Активно ли? То есть не только своим присутствием заявляешь, что они могут быть использованы. Но действительно, какие активные действия с помощью их, какие боевые задачи могут быть решены? Ну, президент Байден был очень четок в своем выступлении. Он по адресу одной организации одного государства обратился, имею в виду, естественно, Хазбова и Иран. Don't, don't. Он сказал, не вздумайте вмешаться в этот конфликт. Это была прямая угроза. Значит, был поставлен такой сценарий сразу. Вот мы уже остановились в моем поступительном слове на том, что план Ирана был втянуть, втянуть израильскую армию в катакомбы Газа и в это время ударить с севера. Ну, предупреждение вполне четкое было. И оно было еще развито и подтверждено на следующей неделе визитами сначала Блинкина, а потом Остина в Иерусалим, что в случае, если Хазбова сунется, она получит удар в том числе от Соединенных Штатов. Но вот тут возникла очень интересная дилемма стратегическая, которую я рассматриваю в своей статье. А что значит «сунется»? Сунется как семантика вот этого «сунется». Мы же видим, что обстрелы с севера, они продолжаются. Они продолжаются на регулярной основе. Обстрелы, частичные вывозки. Уже вчера погибло двое гражданских людей на севере. Ну, видимо, вот это не воспринимается еще как сунется. А сунется – это, ну, такого же типа вторжения, как вторжение Хамаза в 7-го числа. Вот в своей статье я рискнул вступить вот в ту наверняка полемику и, скорее, не полемику обсуждения, которое сейчас ведется, видимо, в Генеральном штабе Израиля и на переговорах с Соединенными Штатами. Ведь, казалось бы, все хорошо, да? Вот Израиль угрожал удар с севера. Но этот удар как бы парируется с Соединенными Штатами тем, что они обещали. А ответ, конечно, какой, если в случае массированной атаки к СБУ. Ну, это просто испепеляется. Там два авианосных соединений еще. В Персидском заливе имеются американские корабли. Просто испепеляется и СБУА со всеми ее пятью тысячами ракет и фешенебельные особняки руководителей, начиная с Насрава, который уже лет 15 сидит где-то в бункере. Это такая реакция. Но давайте посмотрим такой сценарий. А вот СБУА не атакует. Не атакует. Миро-Миро состоят. Израиль получает как бы возможность спокойно, без необходимости реагировать на других фронтах, заниматься зачисткой в газе. Ну, что значит зачистка в газе? Это колоссальная потеря, потеря жизни израильских военнослужащих. Это будет продолжаться неделями, возможно, даже месяцами. Ну, и вот, предположим, все это, так называемая, победа достигнута. Зачистили, достали последних руководителей, стреляли их или повесили. И все разрушили, все подземные коммуникации, все эти ракеты. И вот какой их итог. Потеряны очень большие потери военнослужащих. Это неизбежно. Вы представляете, какой к этому времени он уже раздается вой и в исламском мире, и среди левых либералов в Соединенных Штатах, о страданиях народа Палестины и так далее. А, собственно, та же Хазбуа продолжает также нарастать, нависать над Израилем. И, собственно, ничего не случилось и с основной вот гребницей этого исламического террора, с исламским государством Ирана, которое порождает всех этих Хазбу, Хамазов по всему Ближнему Востоку. И возникает вопрос, который уже сейчас ставит в тупик израильский руководство. А что дальше? Вот мы зачислили, что мы будем делать дальше? Кто будет управлять этим миллионом людей? Я вот считаю, что пока существует Иран и, прежде всего, Иран, то эта политика террора, она будет все время возрождаться. Потому что дело не просто в том, что есть какие-то там угнетенные, возмущенные фанатики. Всех фанатиков надо организовывать, надо финансировать, чем и занимается Иран. Поэтому я полагаю, что нужно изменить последовательность ходов. Прежде чем пускать израильскую армию в это, необходимое совершенно, конечно, но очень тяжелое предприятие, нужно как минимум уничтожить Хазбу. То есть я думаю, что израильские руководители сейчас стараются убедить Блинкина, а завтра Байдена, что вот, собственно, это обещание уничтожить их, если они сунуться, его можно интерпретировать уже так, что они уже сунулись. Есть вторая цель в уничтожениях Хазбула. Ну, кроме того, что самостоятельно уничтожается эта организация, Хазбула играет очень важную роль в ядерной стратегии Ирана. Давайте мы же совсем как-то вот в суматохе этой войны забыли о проблеме, которая обсуждается во всем мире 15 лет. Ядерный проект Ирана. В этом вопросе всегда были противоречия между Израилем и Соединённым Штатом. Израиль не остаивал на ликвидации этого проекта военным путём, причём он всегда заявлял, что он готов сделать это сам. Более того, вся эта операция по уничтожению Иранского Янправа, она продумана уже подготовлено до часов и минут в Израиле. Американцы всё время выступали против неё, пытаясь какими-то дипломатическими путями остановить эти ядерные программы. Это были полные иллюзии. Мы знаем, что Иран всегда нарушал все соглашения. И вот уже не Израиль, а Пентагон, по-моему, несколько недель назад заявил, что Иран находится в двух неделях от первой ядерной боеголовки. Ну, это в той ситуации, которая сейчас сложилась в мире, это недопустимая опасность. Поэтому эту проблему надо решать. И Израиль может её решить самостоятельно, путём напряжения всех сил. Но мне кажется, что в этой ситуации американцы должны реализовать вот то замечательное высказанное Блинкена, которое я сейчас приведу. Оно из моих самых любимых за эти дни. Он сказал в Иерусалиме, оборчаясь к Итаньяху. «Мы знаем, что Израиль сам справится с любыми своими врагами. Но пока существует Америка, вам не придётся это делать в одиночку. Мы всегда будем рядом с вами». Так вот, я думаю, что не надо Израилю делать в одиночку эту задачу, которая необходима для всего мира, ликвидации ядерного потенциала. Тем более, что в сегодняшней ситуации список целей вот этой воздушной атаки на Израиль, на Иран нужно расширить. И это уже будет трудно осуществить одной израильской авиации. Это не только ядерные объекты, это и так называемый центр принятия решений. Это все эти аятовы по списку, начиная с Верховного. Ну, это то преступление, которое они совершили, организовав вот этот чудовищный погром в Израиле. Кстати, и Байден, и Блинкин сравнили это с Холокостом. То есть оценки проявлений совершенно однозначны. Эти люди заслуживают уничтожение. То есть список целей – это руководство Айятоуы, руководство Ксира, ну и солидарности с Героическим Украинским Союзником. Конечно, в этом же налете нужно уничтожить все ракетную индустрию, чтобы прекратили все поставки ракет России. Вот, отвечая на ваш вопрос, а что должны делать авианос, а вот две последних задачи. Да, почему предварительно надо уничтожить ХСБУ? Ну, потому что Иран и не скрывает, что единственной возможностью его сдерживания вот этой израильской атаки является угроза, что вот если вы предпримите попытку уничтожить наш ядерный потенциал, то мы всей мощью ХСБУ, там, пять тысяч ракет, ударим по вашим городам. Поэтому такая последовательность должна быть. Первое – это уничтожается ХСБУ, а второе – это ликвидация иранского ядерного потенциала.